...талисманом, о котором я вам никогда не рассказывал, пока только теоретически расскажу, если повезет, то привезем, но не уверен. Называется эта штука Звезда Эрцгаммы. Не рассказывал ни разу вам об этом амулете, ни разу, ни на каком из курсов. Это вот чисто для астрогорода. Значит, этот амулет называется Звезда Эрцгаммы. Она почитается в разных религиях и у христиан, и у индусов, и у буддистов. Звезда называется она, а слово Эрцгаммы. Эрц означает двенадцать. То есть, в переводе, Звезда Эрцгаммы это двенадцатилучевая звезда. Двенадцатилучевая звезда. А почему она нам нужна? Потому что, когда мы обсуждаем гороскоп города, то именно Звезда Эрцгаммы позволяет нам сделать защитный амулет с печатями неподвижных звезд. А что из себя представляет Звезда Эрцгаммы? Это на самом деле двенадцатилучевая, то есть, это две звезды Давида. Звезда Давида шестилучевая, а Эрцгамма это две звезды Давида наложили друг на друга. Внутри крест обязательно, и в центре креста, крест такой по типу мальтийского, не православный крест, а похож на мальтийский крест, а в центре круглая такая вот полость, куда вставляется камень зеленого цвета. Зеленого цвета, и это тоже имеет объяснение, но здесь бирюза, но это как, бирюза она же близко к зеленому, бирюза это синий-зеленый, тоже можно. Почему зеленого цвета? Это индийское, потому что двенадцать лучей у чакры сердца, а она зеленого цвета. То есть, поэтому зеленый камень в центре, крест и двенадцать лучей. Звезда Эрцгаммы, ну вот, делают, конечно, и с камнями, вот, например, красного цвета, но это неправильно. Вот с гранатом, но это неправильно, потому что правильно камень в центре креста должен быть обязательно зеленого цвета. Для чего нужна, вот шикарная звезда Эрцгаммы, очень красивая, для чего нужна звезда Эрцгаммы? Она помогает человеку адаптироваться в любом городе. Вот, особенно это важно для тех, кто куда-то переезжает. Вот человек переезжает жить в другой город, неважно, в той же стране или там, страна меняется. Вы уже поняли, что в каждом городе свои энергии, и они могут быть хорошими, плохими. Так вот, если у тебя есть с собой звезда Эрцгаммы, то она магическим образом, волшебным образом позволит тебе легче адаптироваться к жизни в этом городе. Звезда Эрцгаммы. Ну, а мы с вами, с помощью звезды Эрцгаммы, еще можем приготовить стразами волшебный талисман для конкретного города. Как это делается? Вам раздали образец. Это маленькая схема того, что вы можете сделать в реальности, у себя дома или в офисе. Значит, делается это так. Берется не полностью звезда Эрцгаммы, ну, там, крест, камень, эту часть внутреннюю можно не рисовать. Чисто 12 лучей. И 12 лучей это аналог 12 домов гороскопа. И вы расставляете печати неподвижных звезд этого города вдоль этих домов. Вы делаете инсталляцию, как мы делаем с печатями, но вы ее делаете на фоне, не просто так, просто печати и все, а на фоне звезды Эрцгаммы. И это защищает тебя от козни города. От козни города. Вот это и есть то новое, что сегодня нам предстоит с вами узнать. Вот давайте посмотрим, как выглядела бы звезда Эрцгаммы для Москвы. Вот что это такое? Это печать звезды Гаммани. Почему она здесь стоит? Почему здесь? На МЦ. На МЦ. Это печать звезды Денеп Альгиди, которая на десценденте. Это засма на куспиде второго дома, а это процелон, который в этом самом СИЗО. И вы делаете для любого города, не только для Москвы, подобную инсталляцию. То есть вы делаете рисунок Эрцгаммы, вот по аналогии. И выкладываете вдоль куспидов домов, каждая вершина звезды, это куспид какого-то дома. Печати неподвижных звезд. И сделав такую инсталляцию, вы попадаете в полную защиту от всего негатива в этом городе.